МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жертвами теракта в центре Бейрута стали 5 человек, ранены свыше 70-ти. Среди погибших экс-министр финансов Мухаммед Шатах. Покушение было совершено в момент, когда политик направлялся на заседание штаба оппозиционного движения Аль-Мустагбль. В результате взрыва пострадали также несколько зданий в центре Ливанской столицы рядом со зданием парламента. Сообщалось, что сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль. Однако служба гражданской безопасности эти данные не подтверждает. 28 декабря в Иркутской области России объявлено днем траура в память о погибших при крушении грузового самолета Ан-12. На его борту находилось 9 человек, не выжил никто. Следствие приступило к изучению данных бортового самописца. Сейчас в качестве основных причин происшествия рассматриваются ошибка пилотирования, неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия. Власти окажут материальную помощь семьям погибших в размере 1 миллиона рублей. Разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 был застрахован показ по воздушных судов на 1 миллион долларов в русском страховом центре. Сегодня же на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах первые лица России и обычные люди провели в последний путь знаменитого оружейника Михаила Калашникова. Гроб накануне доставили спецрейсом из Ижевска, где за два дня с Михаилом Тимофеевичем простились более 60 тысяч человек. Количество жертв в автокатастрофе пассажирского международного автобуса в центральной части Таиланда увеличилось до 32 человек. По информации Министерства транспорта, в автобусе находилось 40 пассажиров. Транспортное средство врезалось в ограждение и упало с высоты 50 метров. По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор. Водитель, скорее всего, уснул за рулем. В торговом центре в китайском городе Лучжоу произошел пожар. Сообщается, о четверых погибших еще 35 человек пострадали. С огнем боролись 28 пожарных машин, однако справиться с возгоранием удалось лишь к утру. По данным свидетелей, перед пожаром в торговом центре был слышен мощный взрыв. Предположительно, произошла утечка газа на первом этаже здания. Взрыв также вызвал обрушение, расположенное рядом автобусной станции. Повреждено несколько автобусов. Тем временем, еще одно ЧП произошло в тот же день в другой части Китая, в провинции Хэбэй. Там обрушилось строющееся здание цементного завода. Под завалами оказались 12 человек. Как сообщили пожарные, обрушение произошло в результате того, что при заливке цемента не выдержали поддерживающие стальные трубы. В Бразилии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 40 человек. По оценкам властей, из-за стихии около 50 тысяч бразильцев остались без крова. Мощные селевые потоки полностью разрушили дома. Больше всего от наводнений пострадал штат Эспириту Санту. В спасательных работах задействовала Национальная гвардия и армия. Президент страны Дилма Русеф совершила облет пострадавших районов и пообещала выделить несколько миллионов долларов для оказания помощи в ликвидации последствий стихии. Администрация Бангкока обнародовала уточненные данные о численности пострадавших в ходе уличных столкновений в районе стадиона Тайландской японской дружбы. Согласно этим сведениям, два человека погибли и еще 143 получили ранения. Среди раненых 25 полицейских, один страж порядка скончался от пулевого ранения в госпитале. Пока обстановка в районе стадиона, где избирательная комиссия завершает прием документов от желающих участвовать в парламентских выборах, относительно спокойная. Оппозиционеры покинули территорию и продолжают проводить многодневный митинг у резиденции исполняющей обязанности премьер-министра Янглак Чиноват, которая, по их мнению, должна немедленно уйти в отставку. На северо-востоке США и юго-востоке Канады сильные снегопады перевели к человеческим жертвам. СМИ сообщают о 17 погибших, главным образом в авариях при сильном гололеде. Кроме того, из-за дождя и мокрого снега дороги в нескольких штатах оказались подтоплены. Из-за обледенений и обрывов линии электропередач без света на востоке континента по-прежнему остаются около полумиллиона домов. Среди погибших есть и те, кто пытался согреться в своих домах генераторами, но в итоге отравился угарным газом. Около 70 человек, в том числе 7 детей, пострадали от укусов в пиране на речном пляже аргентинского города Розарио в провинции Санта-Фе. Стайры плавали около берега реки Парана и нападали на тех, кто заходил в воду. По словам главы городской службы скорой помощи Федерико Корниера, у некоторых пострадавших от кушанных фаланги пальцев на руках и ногах. В эти рождественские дни в Аргентине стоит зной под 40 градусов, а пиране становятся более агрессивными именно в жару. Городские пляжи закрыли, но из-за жаркой погоды многие отдыхающие, несмотря на опасность, вернулись к воде. В Афинах провели уже ставший традиционным рождественский обед для бездомных и нуждающихся. Такую акцию ежегодно проводит городской муниципалитет. Пришло рекордное число людей. По словам представителей администрации Афин, ситуация ежегодно ухудшается. Раньше раздавали 1200 порций еды в день, теперь 1400, но уже готовятся к тому, чтобы увеличить эту цифру до 1500. Рождественский обед помогает организовывать волонтеры и благотворительных организаций. По данным муниципалитета, в этом году обед посетило более 700 человек. На сегодняшний день уровень жизни в Греции на 20% ниже, чем он был до кризиса. Писать картины молотком научился британский архитектор Дэвид Фостер. Правда, краски он не использует. Вместо них гвозди. На бросок он делает обычная ручка, а потом начинает сбивать в контуры гвозди. Чем плотнее они вбиты, тем темнее получается участок рисунка. Также полутона можно подбирать глубиной забивания. По словам Дэвида Фостера, в такой технике можно выполнять не только портреты, но и изображения животных, натюрморты и даже пейзажи. В Перу накануне Нового года прошел традиционный фестиваль драк Таканакуи. Доказать свою правоту в рукопашной может любой желающий. За боями следят судьи, чье решение проигравшими не оспаривается. Интересно, что в поединках принимают участие не только мужчины, но и женщины. Причем, зачастую, их спарринги оказываются намного более жесткими. Впрочем, как говорят сами перуанцы, после таких схваток противники забывают о разногласиях и часто расходятся с друзьями. На главной площади боливийского Лопаса установили 15-метровую елку из пластика. На создание такого искусственного деревца ушло не менее 50 тысяч пластиковых бутылок. Проект полностью экологический от ствола до верхушки дерева. Ведь даже электричество для звезды на елке производят люди. Украшения загораются, когда начинают крутить педали велосипедов, стоящих у пластикового чуда. Авторы идей, работники горсовета говорят, что хотели бы наглядно рассказать людям, что пластиковым бутылкам можно найти самое разнообразное применение. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса».